Всем привет! Я снова на этом дурацком черном фоне, а в руках у меня статуэтка. А значит, пришло время голосовать за лучшего менеджера уже третьего сезона. Что почем? Кстати, этот сезон по суммарному количеству просмотров всех роликов побил рекорд двух предыдущих. А значит, что самое популярное в стране автомобильное шоу становится еще популярней. Итак, начинаем голосование. В этом сезоне было 11 роликов, но в списке менеджеров вы увидите 9 человек. Почему так? Во-первых, про две модели Сузуки нам рассказывал один Денис. А во-вторых, Киа воспользовалась примером Ауди и вместо менеджера выставила в бой маркетолога. Мы это одобряем, но не включаем его в рейтинг. Итак, 9 претендентов. Давайте вспомним их Лиса. Итак, под номером 1 в этом голосовании числится Юрий, рассказавший нам о Mitsubishi Eclipse Cross. За ним в списке идет менеджер Александр из автосалона Ravon, с которым мы говорили о модели R4. Третьим будет Артур из салона Porsche Airport. Он представлял акционную комплектацию нового Cayenne. Номер 4 это Александр, менеджер дилерского центра Peugeot. Вместе мы искали разницу в старом и новом 301. По цифре 5 вы увидите Наталью, работающую в автосалоне Mercedes. С ней мы обсуждали GLA. Номер 6 достался уже знакомому вам Денису, продающему Сузуки на Петровке. На этот раз речь шла о Сузуки SX4. Счастливая цифра 7, возможно, принесет удачу Михаилу из Volvo. Помните акционную комплектацию Volvo XC90? Восьмерка достается Саше из нового автосалона Land Rover Jaguar. С ним мы детально рассмотрели новый E-Pace. И закрывает список менеджер Роман, с которым мы сравнивали GLC Coupe и GLC Tsu. Итак, ссылку на голосование вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. И помните, что мы голосуем не за автомобиль, не за автосалон, не за бренд, а за менеджера и его профессиональные качества. Сегодня среда, мы включаем голосование и выключим его в понедельник ровно в 12 часов, сделаем скриншот, наградим победителей и снимем об этом отдельный сюжет. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok